Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данное исковое заявление не может рассматриваться до момента, пока тес не определится с основаниями. Необходимо заявление вернуть на исправление. На усмотрение судей, как это сделать, я считаю, что они при этом не будут лишены возможности обратиться в суд с надлежащим исковым заявлением. Либо в рамках этого договора, либо в рамках этого неосновательного обогащения. Суд определил удовлетворение и годатность по стороне ответчика о возвращении иска из суд отказать, поскольку иск может быть возвращен только на стадии принятия при наличии соответствующих условий. Иск в настоящее время уже принят к производству, рассматривается, и поэтому суд рассматривает уже иск в рамках заявленных требований. Публичное акционерное общество Совкумбанк обратилось в суд с иском к маслу Денису Анатольевичу о взыскании неосновательного обогащения, в котором указало, что 3 февраля 2020 года между ПАО «Восточный экспресс-банк» и ответчиком был заключен кредитный договор, в соответствии с которым ПАО «Восточный экспресс-банк» предоставил Денису Анатольевичу кредит в сумме 16 140 рублей по 20% годовых сроком на 120 месяцев, что подтверждается выпиской по счету. Также в иске указал, что кредитный договор был утерян. В связи с чем, истец принял решение начислить проценты по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть как проценты за пользование чужими денежными средствами. Произвел расчет и просит взыскать Дениса Анатольевича в пользу правоприемника ПАО «Восточный экспресс-банк», ПАО «Совкомбанк», неосновательное обогащение в размере 16 908 рублей 28 копеек, из которых 15 870 рублей – это основной долг и 1038 рублей 28 копеек – это проценты за пользование чужими денежными средствами. А также взыскать судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 676 рублей 34 копеек. Пожалуйста, сторона ответчика, ваше мнение. Требования мы не признаем, считаем, что иск заявлен неосновательно, более того, основания, которые положены в иск, сами себе противоречивают. То есть, с одной стороны, ИСТЕС говорит о том, что заключен договор, и в то же время требует взыскать деньги на основании неосновательного обогащения. То, что у них якобы потерян договор, это не является основанием, чтобы изменять правовую природу данного взыскания. Если договор был, то должен быть отдельный иск о взыскании задолженности по договору. Если договора нет, тогда в исковом заявлении не должны на это ссылаться, на этом не должны строить свои основания. Поэтому я считаю, что в иске необходимо отказать лишь по тому основанию, что заявленное требование не основано на законе. Поскольку, как ИСТЕС заявил, я повторяюсь, он считает, что был заключен договор. В связи с этим, как взыскание неосновательного обогащения иску удовлетворен быть не может. В связи с этим, прошу отказать. При этом ИСТЕС не лишен возможности обратиться в установленном порядке взыскания задолженности по кредитному договору, если он посчитает в этом необходимость. Также хочу обратить внимание на то, что согласно 56-й статье Гражданского специального кодекса, каждая сторона должна доказать свои требования. В данном случае требования со стороны ИСТЕС не доказаны. Ссылки на какие-то там выписки и тому подобное, это ни о чем. Там есть определенные допустимые доказательства. Это договор, это, скажем так, ордер о выдаче наличных денег, либо о выдаче кредитной карты, соответствующая расписка. Соответственно, ничего этого в деле нет. Прошу в ИСТЕС отказать. Речь не может идти о неосновательном обогащении. Речь идет о наличии какого-то кредитного договора. Соответственно, со стороны ИСТЕС, на мой взгляд, идет злоупотребление своими процессуальными правами. Считаю, что нужно отказать. И все-таки, чтобы изначально банк и юристы банка формулировали грамотное исковое заявление и все-таки основывали свои требования на конкретных доводах. По доводам неосновательного обогащения прошу отказать. У меня все. Мы потеряли договор. Другими словами говорят, мы не имеем доказательств, поэтому удовлетворите. То есть нормы гражданского посланного кодекса говорят о том, что вы должны доказать. Они говорят, у нас нет доказательств. Но вы удовлетворите. Тогда зачем вы вообще в суд пришли, если у вас нет доказательств? Но удовлетворите. Я бы, конечно, как судья отказал. Почему? Потому что, чтобы грамотно исковые заявления составляли. Тут сейчас вопрос даже не о том, скажем так, был кредит, не был кредит, был основательное обогащение, не было основательное обогащение. Просто нужно грамотно составлять исковое заявление. Смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску публичного акционерного общества Совкомбанк к маслу Денису Анатольевичу о взыскании неосновательного обогащения руководства и статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решил удовлетворить исковых требований публичного акционерного общества Совкомбанк к маслу Денису Анатольевичу о взыскании неосновательного обогащения отказать. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ленинский районный суд города Мурманска в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме через мирового судебного участка номер 5 Ленинского судебного района города Мурманска. Эта судья не только самая красивая, но и самая умная, самая честная, самая порядочная и самая законопослушная. В 99% случаях банки взыскивают только на том основании, что человек не приходит в суд и не защищает свои права. Только по этому основанию. Потому что не делает возражения. Иногда достаточно просто возражать против требований, и уже это будет основанием для вынесения решения в пользу условного клиента банка. Который может и не быть этим клиентом. Что очень часто бывает. Конечно, никогда не отказываетесь от появления в суде. Спасибо. Все, спасибо большое. До свидания. Денис Анатольевич мне, естественно, заплатит деньги. Либо заплатил, либо заплатит. Еще дополнительно в апелляционной инстанции. Ну, соответственно, эти деньги все будут компенсированы. Поэтому не бойтесь обращаться в суд. Ну, я могу даже оказать услуги с оплатой по результату, скажем так. Как бы не буду брать авансом. Ну, в зависимости от материального положения человека. И с учетом изучения дела. Потому что, если есть перспектива у дела, я прямо это буду говорить. Если нет перспективы у дела, я так же это прямо скажу. Ну, то есть не будете обманывать. Да, я вообще не заинтересован обманывать. Для меня репутация намного важнее, чем деньги. Поэтому, как бы, обращайтесь. Буду помогать. Все. Всем пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok